Игра называется «Поха Стали». Это всего лишь один из предполагаемых нескольких сетов. То есть это Wargame, который предполагает собой отличную сторону европейских конфликтов в Средневековье. То есть это именно 14-е столетие. То есть 100-летняя война и так далее. То есть будет представлено ряд других стран. В данном случае представлены только Англия, Шотландия. Соответственно, игра выглядит таким образом. Это карточная игра, но это не коллекционная. То есть предполагается, что это будет издаваться как наборы. Конечно, можно добавить технику разную и так далее. Но в основном это именно наборы. Вот вы можете посмотреть на дизайн, собственно говоря. Иллюстрации делали сами, дизайн делали сами. Многие иллюстрации делал я. Дизайн делал же сам. Ну так, в принципе, но многие говорили классно, классно, но на этом все и закончилось. Может, еще после выставки пообщаемся. Не профессионально, но в душе нет. Да, да, да. Ну это вы готовили буквально за две недели, в принципе. То есть очень сложно. Расскажу тогда по самим картам. В данном случае это представлен, допустим, английский рыцарь. Здесь изображен герб. Здесь его атака, здесь его броня. То есть одна атака, минимальная и максимальная. То есть так всегда идет прикидка, если ее сражение, то попал, не попал. Минимальная, максимальная. То есть кидаются два кубика. Это его перемещение. Это его найм. То есть перед игрой есть шаблоны, сколько есть золота на ее возе. Мы условно, если это маленький конфликт, большой и так далее. Там есть расписано в правилах. И, соответственно, мы сражаемся. Если это, как предполагается, компания, то есть сеть боев. То есть есть еще последняя характеристика. Это трофей. Когда вы убиваете данного рыцаря, то есть на следующий бой вы получаете плюс как бы его кошелек. То есть, соответственно, на следующий бой у вас армия может быть больше. Соответственно, шотландцы дешевле, ничьяне более дорогие. Но ничьяне и по характеристикам больше. То есть обычно в Шотландии по станции они берут как бы количеством, соответственно. Вот. Пять юнитов в каждой стороне основных. Один знаменоносец и один герой, который имеется как бы масса-масса бонусов. Сейчас я героев понахожу. То есть а сеты из других типа исторических событий? Да, да, да. Другие войны, другие страны, так же. Следующая выходит из Сечной Римской империи и Гуситы, соответственно, там Яблус и конфликт именно между ними. Ну, конечно, можно сейчас на порядке играть в различные страны, которые как бы и не стыкались на поле боя. Но давайте мы, наверное, с вами сыграем, чтобы вы поняли механику. Дорогой меня волос, конечно. Ну, Эдуард, еще дорого. А, то есть это лидеры, да? Да, да, да. В каждой колоде будет один лидер. Да, и один знаменоносец. То есть их можно нанять. Соответственно, давайте сыграем мы на небольшой конфликт, чтобы мы недолго. Ну, как бы и сама, с вами гитлой достаточно быстро идут. То есть по 10 минут, там, большие, там, 20-30 минут. У нас есть 150 золотых, соответственно, выбирайте сторону конфликта. Я даже милям волосы немного нанять. А на меня буду англичашками. Дайте, а в милям волос. Смысл так, что во время боя вы берете по команду один отряд. То есть с одинаковым названием. То есть либо боуинов, либо там лучников и так далее. То есть вы даете приказ и им ходите. Соответственно, лучше брать несколько однотипных. Потому что если у вас будет разброс, то будет сложнее ходить, как будет с вами механика боя. Да, у короля тут. Ну, инженеры дорогие. И, соответственно, их лучше брать, когда бойское большое, это да, есть смысл. Если будет именно компания, то есть вы играете именно, то есть будет к правилам, допустим, данного сета. Несколько полиэдит, которые были, и можно как бы выбирать, соответственно, всеми условиями. Но в данном случае это скермиш, то есть. Просчитать вот эти условия. Да, есть, конечно. То есть, смотрите, то есть... Есть отдельные карточки местности? Да, допустим, один болото, два лест, три холмы, 4-5-6, это поле без штрафов. То есть, соответственно, больше поле без штрафов. То есть, можно, можно. Можно же меняется местность, да? Да, конечно. Здесь есть элемент, как бы, азарта. Дело в том, что не все можно сразу просчитать, и поэтому тут есть, как бы, кубики дают вот это азартность во время игры. Давайте мы прикинем с вами на погоду. Прошу кидайте. Три. Это у нас осадки, то есть дождь, снег, что-то такое. Минус-1 к скорости всем, и минус-3 к дистанции стрельбы. Теперь территория. Главное, еще не болото, потому что вы совсем уныло. Болото, конечно. А у меня есть какой-то Вилан, там штраф от болота. Да, ну отлично. Соответственно, всей пехоте минус-3, вот, минус-6 для конницы. Совместно с осадками. Техника вообще не двигается, увязла. Пехота, у меня мечник, это еще не пехота. Это пехота. Теперь разыгрываем, кто первый выставляет. Кто первый выставляет, тот первый выходит. Я проиграл, я первый выставляю, потому что вы смотрите, как я выставил. Все играет роли. То есть, допустим... А, они вот так вот ходят, разворачиваются. Да, 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 соответственно, все так происходит. То есть, это как в Wargame, только тут нету, как там, в других играх. Да, и поле, и там... То есть, можно играть на столе, не много места занимает. Я проиграл, как бы, проверку, кто первый выставляет. Соответственно, оппонент видит, как я расстрелился. Соответственно, может действовать, как... Логично, давайте предполагать банальную стратегию, да, лучники сзади. А вы, что, не стреляете через своих? Да, конечно. Через спину. То есть, данные, данные воины стреляют через своих. А там есть такие, что они стреляют? То есть, арбалент... Только в спину стреляют. Агвария, да, может быть. Арбалент, расстояние маленькое. Сколько угодно. То есть, лучники могут быть вот так вот там. Хорошо. Собственно, мой флот. Я беру под контроль копейщиков. В данном случае, они могут бить, не доходя, буквально, вот... То есть, что значит, беру под контроль. То есть, каждый ход мы берем только один тип юнитов. Он стоит только... Нахер ты купил мечника. Телли четырьмя лучниками, или им одним ходить. Ну, или двумя крестьянами. Не важно. Лет, предерсия. Давайте сыграем, потом можно будет играть. У нас есть вот стратег, вот, глубокий, чтобы описать. Тут будет столько нюансов. Отлично. Знаменосец ходит с любой пехотой, которая есть в строй. То есть, конец не может ходить, соответственно. А какая его фишка вообще? Он дает бонус всем шотландцам плюс один к броне. Соответственно, у оппонента нет флагоносца. Там они как бы уроновескивают друг другу. Соответственно, у нас движение поштрафовало пехоты на три. То есть, раз, два, три. Отлично. Надо сохранять последний ход, именно движение, чтобы ударить. Если вы просто можете дойти и не ударить. Ну, как раз мне такая ситуация бы была, если бы это не были копейщики. Чтобы лот их тормозит. Но в данном случае, это копейщики, соответственно, они могут двигаться до такого предела. Стоится одна карточка. А откуда эти пределы берем? Это на размер карты просто? Да. Это на размер карты. Раз, два. Соответственно, один кубик на попадание, зеленый, один на дэмэдж. То есть, один, два, три промазал, там, четыре, пять, шесть попал. И, соответственно, с дэмэджем один, два, три минимальные, четыре, пять, шесть максимальные. Соответственно, поехали. Мы указываем, сначала идет фаза хода, потом фаза атаки, потом фаза контратаки, если бы они стояли вот так, то есть, люди бы контратаковали мы их. В данном случае, я безнаказанно могу... Почему безнаказанно? Потому что сбоку, фланги. Потому что копейщик имеет в запасе один ход. Он бьет копьем. Короче, на расстоянии. Он через одно, через какой-то, да. То есть, это вот дистанция. От нуля, то есть, вплотную, до единицы, соответственно, это единица. У лучников дистанция. От одного, то есть, ему надо так вот, чтобы вражеский солдат не стоял так. То есть, если к нему подходят, то он начинает биться именно кинжалом, который у него есть на поясе. Нет, он из-за плеча, такой, своих фривней, вася. То есть, я не могу через своих. Можете. То есть, если упор не наш. То есть, если я подаю так, то все, упор сражается. Вот этот может. Вот этот связывание поя. Вот этот может. Хорошо, давайте мы поехали. То есть, зеленый на попадание, красный на малый. Поехали. Не попал. Что, не попал сейчас? Один? Надо 4-5-6 на зеленый. А, просто 4-5-6. 4-4 плюс. Мне сегодня не видно. Они напили селёй и, соответственно, как бы... Сегодня мой день, я вообще реально в Карлёво. Ты там, ты выпил, утром? Один, скоро все прошло. Они игнорируют болото, зайдут в спину. Мне ваша сошли. Вали все! Соответственно, вы набираете, я беру под контроль лучника, и, соответственно, вы можете указывать цель. Это сберет туда, это туда, это туда. Допустим, фото-носток снести. Да, на 3-6 попадание. На 3-6, а тут на какой? На 2-3 что ли попадание? 2-3, да. Если от 1 до 3, то маленькая цифра, демейдж идет. Если 4-6, то большая цифра, демейдж. Соответственно, 50 на 50. Я пошел. Я могу лучниками, это что, расстояние 1-10? Все, вы можете стрелять. То есть в данном случае сюда можно стрелять. Да, без проблем. То есть тут... Ну, надо посчитать. Да, тут вспотает. Тут даже на глаз есть. Вы указываете, кто стрелять. Я активирую лучников. Да, может, можно. Ну, хорошо. Дистанция на силу выстрела. Давай, да. Не сюда, не туда. Не попали. Следующий стреляет. Это попадение, да? Да, зеленый на попадение. Следующий поехал. А я могу им другую стрелять? Да, конечно. Вы указываете. Да, ты же сказал. Но все равно не попали. Указываете кого? Я все-таки должен. А, окей. Попали. Маленький. Маленький. Соответственно... Три черта. Три черта. Остается два. То есть, на самом деле, это вот такой Hero S3, да? Вот это боевая система. Что-то такое на столе. То есть, одна дистанция, я могу его наказанно убить. Да, я попал. Минимально он его пинает на три. Лучника броня четыре. Он при смерти не берет участия в игре. А почему? Если броня А4. Ну броня это жизни практически. То есть, если остается один хитпоинт, то он не участвует в битве. Но если это компания, он... И его еще можно спасти. Да, в следующей битве он принимает... Но Шатарь умер. У нас же не компания. Он телом закрывает доступ к тому. Да. Это важно. У нас была недавняя игра. Вчера играли. То есть, я перебил передний ряд шипландцев. И они стали как буфер мне. То есть, они лежат там, ганают. И я стреляю дальше. То есть, они как буферы. Они не могут пройти. Я должен повевать их, чтобы их пропустили. А я такого не делал. Нет. Ну да, правильно. В данном случае, если уже ближний бой, то лучше подвести мечника. Который сможет атаковать. У него как бы и характеристики большие и так далее. С крестьяне это уже на редкий случай. Они выступают как буфер к крестьянам. Но, конечно, в данном случае, когда мало юнитов, это важно. Ими тоже как-то сражаться. Но в данном случае пока есть. Ну да, лучше. То есть, вы где коммертами. Тут есть масса юнитов, которые имеют специальные особенности. Дело в том, что... Ладно, что ты копаешь юнитов. Да. Здесь все сбалансировано. То есть, я мог бы взять конников, которые быстро добегают. То есть, они уже здесь. И в следующих, они уже здесь. Это как бы контр-вариант лучников. Хорошо. А у вас там есть бонус за атаку в тыл? Нет. Нет. Можно будет готов. То есть, надо минимально делать. Потому что, ну вот, если реально так подумать, да, вот он... Они же двигаются. Он промахнулся. Будешь попробовать? Да. Правее дал. Ну сейчас поправлю. Прям когда ветер. Да. Вот. Соответственно, я подошу в гристианах. Потому что у меня не осталось вариантов. Бьем получше. Да. Поэтому попал. Как раз минимальный у него один. Ну, этот приспортит. В принципе, мы его забираем. Что значит забираем? Он блокирует моих лучников. Нет. Да, да, да. Заби ля-ля-ля-ля-ля. Не проходи, здесь мои лучники. Хорошо. Поехали. Ну, двенадцать. Не, не знаю. Что? Он двенадцать? Чего раньше? Супер. Я перекину красный, пока они не видят. Двенадцать. И Костя там есть с Вархаммером? Да, он только сюда глядывал. Костя с Вархаммером есть. Да, да, да. Костя вот это приходил вчера. Конец фото. Надо передать лучникам. Тут, собственно говоря, я лучникам предлагаю вот этого. Сейчас очень такая была игра. Эта фонтуральная по инквизински. Готов? Готов. Минимальную? Да, наверное, все равно. Ну, да, все. Да, готов. Нет. Волим. Да. Я даже сказал, наверное, больше. Все. Есть. Есть. Есть карты. Пострелял. Пострелял. Лучники, да. Мне кажется...